Песко-соляная смесь, естественно, обладает целым рядом недостатков экологических. Во-первых, это загрязняет территорию прилегающую. Во-вторых, в городе, где есть ливневая канализация, соответственно, ливневая канализация страдает. Газоны. В основном это грязь. Во-вторых, песко-соляная смесь – это песок, это природный материал, который нужно добыть, который нужно купить на сегодняшний день. Мне кажется, наверное, все материалы не бесплатные, которые используются. Дело все в том, что количество, все правильно было сказано, количество разное. То есть, песко-соляной смеси необходимо большее количество на квадратный метр, чем я абсолютно согласен с той оценкой, которая была сделана. Поэтому объемы несоизмеримые. То есть, что нужно добыть, перевести и так дальше. Это и разрешительные документы, это и лицензии. То есть, достаточно трудоемкий, тяжелый процесс. Но, на мой взгляд, совсем отказаться от песко-соляной смеси нельзя. Уже это сказали. Во-первых, это есть температурное ограничение. И, во-вторых, есть, на мой взгляд, наиболее эффективная песко-соляная смесь – это во время интенсивных снегопадов. И, на мой взгляд, мы видим, что мы видим, что я это не так делал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова